вот что у нас должно получиться вот я выхожу через бусину и через бисерину 8 размера набираю 3 бисеринки золотых делаю колечко на этой бисерине 8 размера из какой я вышла так набираю еще три бисеринки золотых и захожу в бисеринку вот эту которую мы одну на гребешке ставили она как раз находится под бисеринкой 8 миллиметров еще три бисеринки и делаю колечко на золотой бисеринке выхожу дальше на через крупную бисерину 5 размера да вот так поправить здесь чтобы не были разделены эти три бисеринки вот так вот такое оформление у нас получилось набираю опять восьмой размер и прохожу 2 из 3 2 из 3 подтянули опять бисеринка восьмого размера пропускаем вот эти средние три бисерины и проходим 2 из 3 золотых вот так опять восьмого размера заходим в бисерину 5 и 8 размера так делаем колечко из трех бисерин на бисеринке восьмого размера обсе набираем еще три бисеринки заходим в бисерину какую мы набирали вот одну между гребешком до между бисеринами гребешка одну набирали снова 3 и и закрываем колечко на бисерине восьмого размера проходим сразу пятый размер вот так опять у нас восьмой размер проходим две бисеринки из трех золотых восьмой размер проходим две из трех золотых так восьмой размер и проходим пятый и восьмой размер и так мы еще два угла должны оформить вот так мы должны оформить вот эти два угла двигаемся дальше вот что у меня получилось на данный момент вот в таком виде вы конечно же уже можете использовать этот элемент в браслетах я думаю что можно вот соединять вот за эти вот бисеринки и делать браслеты то есть вот такие элементы у вас могут быть и в браслетах вы можете также но я я не знаю может быть сделать колье вот так вот в эту сторону середина колье вот в эту сторону вот так ну а я иду немножко дальше вот я закончила проходить по кругу и вышла вот смотрите в крупную вот эту бусинку бисеринку и выхожу вот первые у меня здесь было первое колечко над восьмым бисером да вот вышла в одну из трех в первую из трех набираю три другого цвета и выхожу в третью из этих первых золотых трех вот так снова набирают три вот мы сейчас все время будем набирать по три бисеринки и двигаться по вот этим крупным бисеринам и на углах по трем какие у нас здесь есть вот три бисеринки заходим в следующую крупную бисерину так три бисеринки заходим в следующую крупную три бисеринки и выходим в первую бисеринку из трех вот на уголочке три бисеринки и и выходим в третью из трех вот такие уголочки у нас будут получаться и так продолжаем все время по три бисеринки по три бисеринки между всеми крупными бисеринками мы добавляем по три новых мелких ну и двигаемся так дальше вот смотрите я уже прошла закончила этот ряд у меня получился еще один элемент который ну вот уже в принципе законченный вид может и таким и таким быть вы можете этот элемент использовать в различных ваших украшениях ну а я двигаюсь дальше я вышла в первую бисеринку из трех какие у меня здесь на уголочке были и снова набираю три бисеринки золотых делаем еще один уголочек сверху ну я думаю что проходить сразу по нескольким бисеринкам все-таки не очень удобно я буду проходить по одной так пока не выйду до моей центральной вот этой си бисерин очки вот центральную крупную бисеринку мы должны выйти вот так и здесь на этой центральной бисеринки я опять набираю три бисеринки золотых и делаю колечко и двигаюсь дальше вот по всем бисеринкам ничего не пропускаю так чтобы не пропустить ничего вот двигаюсь дальше пока не выйду опять на уголочек ну мы в принципе можем уже здесь и для нас сделать сразу чтобы не делать несколько проходов мы сейчас будем делать место где мы будем прикреплять к ну в моем случае к жгутику или к шнурочку вот я посмотрю да вот и делаю здесь на 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 центральной бисеринке вот это сделаю колечко из трех бисерин из трех бисерин вот вот так колечко из трех бисерин у меня здесь и я сразу набираю еще одну бисеринку захожу в первую из этих трех вверх набираю бисеринку бусина бисеринка бисеринка бусинка бейкой бисеринка бусинка бисеринка вот и выхожу с этой стороны в бисеринку то есть делая еще вот одно такое колечко на вот еще одну бисеринку ну сейчас подтянула хорошенько вот так чтобы у нас здесь было все плотненько еще одну бисеринку и выхожу в центральную с какой я начала вот она вот она вот пройдем еще раз по кругу чтобы у нас это прочно все было да если не получается через несколько бисерин лучше по очереди вот проходить чтобы у вас все здесь было в порядке обидно будет если лопнет бисеринка до в неподходящий такой момент все и двигаюсь дальше выхожу в третью бисеринку уже вот здесь и двигаюсь дальше до центральной крупной бисерины так пропустила бисеринки вот давайте по очереди вот так вот делаем здесь колечко на вершине на вершине над крупной бисеринкой и двигаемся дальше следим чтобы не было пропущенных бисерин иначе будет необходимость возвращаться назад у леска будет над бисеринками проглядывать очень сильно ответьте у меня нету здесь лески нигде не видно так двигаюсь дальше выхожу в первую бисеринку в первую на вершине и делаю уголочек из золотого бисера 3 бисеринки проходим дальше вот так двигаемся дальше так чтобы не пропустить ничего смотрим следим вот я вышла как раз в центральную крупную бисеринку снова делаю вершину из трех бисерин и колечко над крупной бисеринкой вот так двигаюсь дальше нам осталось оформить вот эту нижнюю сторону вот как здесь у нас оформлена вот видите да пока что нам нужно закончить ряд вот у нас еще вот здесь нет вот этого уголочка поэтому мы двигаемся просто добавляя вот по три бисеринки где нам нужно добавить выходим в первую добавляем 3 на вершине и двигаемся дальше до центральной крупной так вот так все добавляем здесь три бисеринки как колечко и выходим по этому колечку верхнюю бисеринку из трех верхнюю бисеринку из трех набираем крупную бисеринку выходим следующую бисерину восьмого размера и в бисеринке проходим дальше в бисеринке эти так вот так проходим до вот все три вот эти сиреневые бисеринки пройдем до уголочка вот чтобы мы вышли перед уголочком перед тремя бисеринками какие мы набирали в уголочках у меня леска оборвался краешек ну и теперь будем набирать как и с этой стороны мы набирали бисеринка бусинка бисеринка бусинка бисеринка бисеринка бусинка бисеринка вот и заходим уже с этой стороны вот мы вышли здесь мы пропускаем все вот эти тройные какие у нас были бисеринки и выходим с противоположной стороны пока не выйдем в крупную бисерину вот в эту бисерину вот так вот здесь мы набираем опять бисерину 5 размера заходим вот так вершин видите вершину уголочка и вернемся давайте мы вот так сделаем чтобы как можно меньше у нас леска это смотрелось то вот так по кругу пройдем в первую бисеринку уголочка выйдем и зайдем назад в бисерину 5 размера набираем 4 бисеринки заходим в бисеринку следующую вот так крупную в бисер мелкий мы не заходим набираем 3 бисеринки делаем уголочек вот здесь между бисеринами крупными вот так набираем 5 бисеринок делаем колечко на центральной вот этой крупной бисерине снова проходим через две первых из пяти и две последних центральную не трогаем вот и две последних центральную не трогаем чтобы нас получился здесь уголочек такой хороший подтянули поправим чтобы у нас вот так оформился уголочек выходим снова в крупную бисерину 3 бисеринки делаем уголочек между крупным бисером набираем 4 бисеринки и заканчиваем наше плетение выходим в крупную бисерину вот так вот у нас готова наша сережка или наш элемент для кулона если вы в таком виде хотите его оставить но опять таки это каждый может что-то изменить что-то добавить что-то убавить и мне нужно теперь только завязать узелочки и спрятать леску в бисере но я считаю что на этом мы можем закончить наш урок если вам понравилось то что мы с вами делали не забывайте ставить лайки этим вы помогаете продвижению нашего канала и чем больше лайка вы поставите тем больше людей увидит наше видео и тоже будет учиться я думаю что если вы когда-то нашли наш канал будет неплохо чтобы вы помогли и другим найти наш канал задавайте ваши вопросы если я буду знать я обязательно вам отвечу и я желаю вам успеха в вашем творчестве в вашем рукоделии и всего самого доброго